92 из 95 обмененных 18 октября рашистов сдались в плен в Курской области. Большинство из них это срочники. Средний возраст 22 года. 65 дней от сдачи и до обмена в среднем провели в плену возвращенные военнопленные. Наибольшее число обмененных вернулось в Дагестан. 19 человек. Это уже третий подряд обмен, когда так называемая Россия возвращает тех, кто попал в плен в Курской области. Вот и ответ тем, кто до сих пор верит, что это Украина отказывается проводить обмены. Когда Кремлю нужно кого-то забрать из плена, проблемы в проведении обменов не возникает. Это факт. Я вас уверяю. Ну давайте мы сейчас начнем. Я сейчас начну говорить все, что я думаю о наших руководителях и о Минобороны и о других подразделениях. Не надо. Хорошо. Второй вопрос. По Анапе. Давайте я вам расскажу, что произошло в Анапе. В Анапе это уже доказанный факт. Уже все. Следствие сейчас разобралось. Это дело изъялись Анапы. Забрали его в Краснодар. Там идет следствие. Там розыск уже объявили тех людей, которые реально вот этих людей избили. А как все произошло? Давайте я вам расскажу. И сейчас мы услышим потрясающую историю, которая подчеркивает, что в российском государстве вот это чувство дружбы, солидарности, готовности помочь, оно переполняет души, если они там есть, российских граждан. Они друг друга действительно очень-очень ценят. Хотя некоторые девушки все-таки прошли прекрасный тест. В Анапу приехали отдыхать двое ребят, чеченцев. Значит, они приезжают в Анапу, находятся в ресторане. Они в этом ресторане, то есть они в этом, ну, в это место отдыхать приезжают каждый год. Они не пьют, они не курят. У них нету, как говорится, никаких проблем ни с кем. Они ни с кем в драку не лезут. Вот. Один из них, приехавший с Москвы, проходя мимо девушки, ей говорит, девушка, вашей маме зять не нужен? Может, познакомимся? Она его в грубой форме посылает. Ну, зять нужен для чего? Для того, чтобы в случае чего нарожать потом детей для Владимира Путина. И, в принципе, я вот предполагаю, что Владимиру Путину все равно, от кого эти дети. Главное, потом их отдать в Путилер-Югент или Гитлер-Югент, а, в Юн-Армию. А дальше из них уже сделают этих квадратиш-практиш-идиотиш. Он ее посылает в ответ. Туда вклинивается ее подружка, которая начинает кричать вообще не весь что. Даже слава Украине там звучит. Вот это поворот! Но, однако, для вас, если этот вопрос связан с чеченцами, что она кричала слава Украине, что вы русня, что наши украинцы защищают свою родину, они вас с табелями там имеют. Вы же это не услышите. Это же вопрос, связанный с чеченцами. Боже, какие прекрасные девушки в Анапе. Значит, и про русню знают, и про славу Украины знают. И Аптиаронович все это пересказывает, что украинцы защищают свою страну. И Аптиаронович тоже это знает. Поэтому он говорит, что, кстати, когда он был клоуном, а потом нет, там есть такие интересные вкрапления в его рассказ о том, что, оказывается, Путину решать, где и когда останавливать войну. И не надо фокусироваться на территориях. Кто бы мог подумать? Да, знаете, пройдет какое-то количество времени, за большой вероятностью, у них сменится мода. Сейчас они как заведенные эти недорусские, то есть, ну, как сказал Апти, они кричат «Ахмат силы», ну, если не хотят извиняться сразу, то потом они будут скандировать «Слава Украине!». А эти девушки, о которых было сказано, они молодцы. Сразу, чутко, «Слава Украине!». Это значит, что они не поддерживают безумную войну Путина. Значит, они не нацистки. Все так просто. Это практически, как, скажи, чей Крым. Тоже маркер, тест. Чеченцы же главные враги России. Для вас не враги украинцы, понимаете? Для вас не враги украинские бандформирования. Для вас не враги блок НАТО. Ваш главный враг – это чеченцы. Именно так. Именно так. И вы это не услышите, понимаете? И тут вопрос. Из-за этого завязывается потасовка. Один из этих парней, которые находились с этими ребятами, он первым подходит и бьет, чтобы вы знали. Вот этого охранника, дагестанца. А вот теперь начинается самое интересное. Райвзвязка в этой прекрасной истории про дружбу и братство. Если учесть, что Рамзан Кадыров объявил кровную месть лидерам дагестанской элиты, Сулейману Керимову и еще двум депутатам Госдумы, которые почему-то после этого сообщения решили больше не ходить на работу и не ходят на работу. Не ходят в Госдуму. Ну, на всякий случай. Не знаю. Наверное, понимают, что тут уже одними извинениями не обойтись. Очевидно, дело в этом. Но что же там было с дагестанцами? Кто бил русских? Давайте выясним. Это были чеченцы или кто-то другой? Он бьет дагестанца-охранника. Дагестанцы-охранники его лупят обратно. И вот эти видео, на которых вы видите, что кто-то бородатый, кого-то положил, избивает, это охранники этого заведения. Они не чеченцы, это дагестанцы. Их взяли, задержали. Однако их отпустили. И потом, когда с Москвы поступила команда возбудить дело посадить, кого надо сажать? Конечно, чеченцам. И все прекрасно знают, что именно такой расклад у них там организован. Поэтому чеченцы, ну, они, чтобы выжить в этом зверинце, должны стоять как-то ближе друг к другу. Потому что, ну, да, вот по такому вот национальному принципу у них все устроено. Но я вот думаю, вообще сам факт того, что русских били дагестанцы, а не чеченцы, это плюс или минус? Или в нашем случае, в принципе, мы должны наоборот посоветоваться и чеченцам, и дагестанцам, но как-то скоординироваться? Ведь Апти, он когда включает клоуна, он рассказывает о том, что вот мы самые классные, мы воюем за Россию, за Путина, ну, и за весь этот идиотизм, складываем свои жизни. А ведь этого можно и не делать. Достаточно просто надавать люлей этим, русским. Ну, устроено это таким образом. Я вот неоднократно говорил и еще раз повторю, у нас что, есть какие-то претензии? Украинцы, чеченцы, украинцы, дагестанцы, украинцы-ингуши, мордва, любой другой народ Российской Федерации. Нет у нас никаких противоречий. Но вопрос в чем? Путин отправляет, российское государство отправляет их на войну, и мы в них стреляем, и мы их уничтожаем. Почему? Потому что они российские оккупанты. Потому что все же просто. Я же их предупреждал. Любой гражданин Российской Федерации, независимо от его юридического статуса, который пересечет границу Украины, с оружием в руках, будет уничтожен. Ведь так это просто. Очень просто, доходчиво и понятно. Должно было быть в теории. Но этим не доходит. На улице стоит человек 30 представителей русской общины. Они стоят на улице, и эти потерпевшие там стоят. Этот парень, Резван, подходит к ним и говорит, вы для чего сюда приехали? Они говорят, мы представители русской общины, мы приехали сюда для того, чтобы вы не давили на потерпевших. Он говорит, вы приехали, чтобы тупо посадить чеченцев, или вы хотите справедливости? Они говорят, мы хотим справедливости. Он говорит, да, это хорошо, если вы хотите справедливости. Давайте тогда я вам задам вопрос. Можно я вот этим ребятам задам один вопрос? Они говорят, Давай задай. Он достает телефон и показывает ролик и говорит, вы можете опознать тех людей, которые вас избили? Они говорят, да. Он показывает им этот видеоролик, они говорят, вот нас избили вот эти чеченцы. Он говорит, подождите, это охранники этого заведения, это дагестанцы, это не чеченцы. Русская община подключилась, то есть эти нацисты российские, цель которых, собственно говоря, ставить в стойло чеченцев и дагестанцев. Я единственное не понял, неужели эта девушка, которая в ресторане Анапы скандировала слава Украине, ну и желала российским оккупантам смерти, присоединилась к такому вот непонятному явлению, как обвинять человека исключительно по его внешнему виду. То есть, если у него есть борода, то значит, вот он уже плохой. А чеченцы, и об этом так много говорил Аптия Ронович, орал практически, оказывается, в России всегда виноваты, автоматично. Ох, вы знаете, вот я это все слышу и понимаю, что бороться, уничтожать российских оккупантов, а по итогам войны выкопать ров. Пусть сами разбираются между собой. И рано или поздно эта скороварка обязательно взорвется. Пишите в комментариях, вы за кого? За чеченцев или за дагестанцев? Я точно не за нацистов российских. И национальность тут действительно не важна. И важное объявление. В Анапе уже знают. Украина была, есть и будет. До зустречи. Редактор субтитров А.Семкин